Нема сегодня к вам пришла, а со мной Дед Мороз и внученька Снегурочка, а также весь весной народ. Мы сегодня вместе с вами дружно встретим Новый год! Дом-интернат Погородская добрые персонажи сегодня превратили в сказочный уголок. Дедушка Мороз и его друзья, дети с ограниченными возможностями здоровья из объединения журавлики Кохомской коррекционной школы сегодня приехали к престарелым и инвалидам. Уходит старый год, шушит его последняя страница. Пусть лучшее, что было не уйдет, а худшее не сможет повториться. Приехали, конечно, с подарками, сделанными своими руками. Подделки ребята мастерили последние несколько месяцев. К поездке готовились с осени, придумывали творческие номера, думали, чем удивить пенсионеров. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Обитатели дома-интерната к гостям привыкли. Их регулярно навещают благотворители и неравнодушные. Но этот визит особенный. С собой дети привезли атмосферу праздника. Пенсионеры сразу задумались, как будут проводить главную ночь в году. Елочку там ставят, там песенки танцуют, все хорошо. И мы попляшем маленько, мы с ним стоим. Да, да. Повеселимся от души. Желание, чтобы было здоровье, здоровье. Все, а нам только здоровье надо. Здоровье будет, все будет. Остальное, дочка, все приложится. Лидии Никандровне 98 лет. Она одна из самых пожилых обитателей дома-интерната. Выйти в коридор женщина уже не может. К ней сказочная делегация пришла прямо в комнату. Я желание исполняю тем, кому на нос сажать. Хочешь радости немножко, подставляй скорее ладошку. И лови зимой пушинку, новогоднюю снежинку. В доме-интернате пенсионерка живет больше 10 лет. Поздравления и приятные пожелания вызвали у женщины слезы. Привезли меня на 81-м, а теперь 98-м будет. Я вам расскажу, привезли меня парализованную, как кочережку. Я даже не сидела. Спасибо Николаю Васильевичу. Сюда приезжаем, чтобы подарить радость, доброту, пожелать самого лучшего. И с поздравлением с праздником Нового года и Рождества. Разве можно уйти от бабушки без подарка? Конечно нет, даже если она не родная. Нина Евгеньевна вручила ребятам сувениры собственного производства. Несколько лет назад 80-летняя женщина научилась делать оригами. И теперь каждый день мастерит бумажных лебедей, как символ доброты и надежды. Ладно, беру, режу его на 16 частей каждой. Из этой 16 частей заготовочку делаю. И из этих заготовочек собираю 500 штук. Красивых бумажных птиц школьники унесут домой вместе с воспоминаниями о добром деле, которое сделали. Ну и, конечно, чаще всего сегодня звучало пожелание здоровья. Особенные дети и пенсионеры, как никто, знают, что оно в жизни самое главное. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова.